Здравствуйте, дорогие друзья и враги! Сегодня у нас очень необычный выпуск ответов на ваши вопросы, потому что Антон, один из моих поклонников, помощников, он изобрел такой, знаете ли, необычный способ добиваться ответов на вопросы подписчиков. Потому что я это делать не люблю. Как вы знаете, делаю это неохотно, потому что приходится повторяться, и вообще как-то эмоционально мне про политику не очень интересно. Но Антон, зная мои передвижения, стал уже, дошел до того, что караулит у ресторана. 40 минут вас караулил, кстати. Ну, 40, да, 40, да, полчаса, наверное, караулил. И в итоге я вынужден сейчас отвечать на те вопросы, которые прислали. Причем я хотел поужинать, а там шумно, просят отвечать. Он пришел сразу с человеком с камерой, и мы зашли в какую-то здесь подсобку, благо меня все узнают, все знают. Кругом друзья, кругом подруги, все эти менеджеры. И вот в итоге здесь я сижу, не поужинавший, отвечать про политику. Я считаю, что это какой-то коммунизм, отвечать про политику до ужина. Да, но вот тем не менее. Дело в том, что вообще я бы в будущем изобрел такое министерство настойчивости. Вот Антон будет его возглавлять. И, кстати, вот, наверное, никто так ко мне из журналистов, блогеров, помощников не приставал с ножом в горло вот эти все вести блог, отвечать и чего-то делать ролики. Я подумал, вот кто бы здорово, ну, как это сказать, призывал к ответу чиновников или сотрудников избиркома, да, это Антон. Потому что он, как и меня, бы караулил у ресторанов там или еще где-то, может быть, там у кого-то, значит, у других мест. Вот. И требовал бы ответа. Так что, ну, приступаем, потому что уже надо двигаться в основной зал. Ну, естественно, раз все больше нам приходит вопросов про митинги, про аресты, про задержания и разгоны протестного движения, то я не могу не спросить еще раз ваше мнение об этой ситуации. Как-то с бокалом, отвечать на такую печальную тему с бокалом, это пир во время, бокал во время чумы. Поэтому, чтобы меня не обвиняли, я и так спрячу бокал за цветочек. Как патриоты прячут виллы в Италии, в Италии прячут от Навального, а я спрячу бокал за цветочек, как бы его, как бы и нет. Значит, что касается митингов, тем, на самом деле, не смешная, потому что уже люди страдают и в большом количестве. И у всего должна быть цель. У всего, ребята, должна быть цель. Если мы говорим о сегодняшней ситуации, то речь идет только об одном. Речь идет о власти. О власти. И я совершенно не понимаю целей, которые преследуют те, кто ходит на нынешние митинги. Поскольку митинги, как жанр в России, этот жанр умер, не родившись. Я уже об этом говорил. Просить. Вы понимаете, вот они, эти узурпаторы, они захватили власть, они не уважают Конституцию, они растоптали Конституцию. Вы это говорите годами, это пишете, и дальше с распечатанной Конституцией идете одним под дубинки просто показать им эту распечатанную Конституцию. Но, знаете, это маразм. Это маразм. И вы несете, я бы сказал, как военный историк, я бы назвал это небоевыми потерями. Потому что как бы боя нет, а потери есть. Потому что хватают, сажают там 30 суток, дела кровью шьют и прочее, прочее. В борьбе нести потери – это абсолютно нормально. Но нести потери вне сражений, вне реальной борьбы – это кромешный маразм. Это маразм. И если не обозначена цель, а цель – это власть. Понимаете, вот Путин и режим, они прекрасно понимают свои цели и задачи. Они прекрасно это понимают, это видно. А так называемый протест этого не понимает, потому что нет интеллектуалов, нет личностей, которые бы сформулировали. Ведь, вы поймите, дело же не в каких-то муниципальных депутатах, которые, конечно, должны избираться, всех надо допустить. И ясно, что это был плевок с этими подписями, что не засчитали подпись. Это плевок, но он естественен. Вы говорите, что это мордор, вы говорите, что это фашистский режим. И после этого удивляетесь, ой, как это они грубо с нами, это же все очень естественно. То есть не обозначены цели. Не обозначены средства. А если нет цели, значит нет средств достижения. Потому что я повторяю, что вот эти прогулки, они не имеют никакого значения. И смешно, когда каждую неделю вот эти так называемые митинги, если это разрешенный, в котором я не вижу никакого смысла вообще, что еще раз покричать, что у нас там есть права, конституция, ну покричите. Опять-таки, вы достигнете какой-то цели? Нет. И пишут в Фейсбуке, видели много прекрасных лиц. Это цель? Если это цель, пожалуйста, есть сайт знакомств. Есть мои лекции, где приходят люди с прекрасными лицами. Есть картинная галерея. Если вам нужны прекрасные лица. Если вам нужен такой психологический момент, что вы с кем-то встретились, пожалуйста, есть общество анонимных алкоголиков или неанонимных и прочее. Можете собраться, читать там конституцию. Но совершенно бессмысленно, бессмысленно нести небоевые потери. И вот эти вот так называемые согласованные митинги вам честно, режим, честно, обратите внимание, вот у вас есть два часа. Вот, если вы хотите, под присмотром жандармов, как пленные немцы, что-то там покричать с маргиналами, с рэперами, пожалуйста. Но дальше вот что-то дельное вам запрещено. Вам честно это было сказано заранее. Нет, какой-то дурак говорит, давайте пойдем по бульварам в направлении, где сидит режим. То есть как бы по делу. Но, простите, вам честно, честно, заранее сказали, что по делу вам ничего не позволено. Вы должны знать свое, так сказать, место и все. Нет, вы пошли. Вас, естественно, закатали в бараний рог. После этого вы перепащиваете вся лента Фейсбука в этих задержаниях, в избиениях, какие-то очень грубые, какие-то совершенно, в общем, детские. Но меня поражает какое-то мазохистское такое начало. Потому что перепащивают эти избиения, одни и те же, там, на самом деле, не так много эффектных снято. С предыдущего, с пред-пред-пред-митинга, чуть ли не зимнего еще, просто для чего это нужно? Это в чистом виде мазохизм. Это делают люди, во-первых, склонные к мазохизму. Люди, которые, видимо, не работают. Потому что люди, которые работают и что-то производят, неважно, бизнес или пишут книги, либо там еще что-то поют, они так заняты, что даже лайкнуть нет времени. Посмотрите, а не то, что перепостить это и на это как-то, так сказать... Ну, потом вырежу этот нюанс. А не надо меня у ресторанов ловить. Я не на политику сейчас настроен. Поэтому, ребятки, ну что, я уже много раз это говорил. Более того, когда я смотрю на тех, кто приходит, вы поймите, чтобы взять власть, это должны быть серьезные люди. Должны в протест пойти люди, которые что-то умеют. Это какой-то хотя бы средний бизнес. Хотя бы средние авторы каких-нибудь средних книжек. То есть что-то среднее. Хотя бы. Я не говорю... А то, что я сейчас вижу, мне же присылают фотографии в шизофренике. Потому что не только вся лента. Вся лента. В этом еще и в личку шлют фотографии вот этого. И там есть замечательные лица. Есть лица интеллигенции. Прекрасные, честные, чистые, начитанные ремарка. Абсолютно бессмысленные лица. Замечательные. Но есть и огромное количество маргиналов. Которые там и кислотный цвет волос. И везде железо. И с наколками. Вот этот протест, он ни во что хороший, в дельный не вылится. И им никто власть не отдаст. И средний класс, и так называемое население за ними не пойдет. Это надо понимать. Поэтому надо в первые ряды на фотографии выставлять кого-то постриженных, попритых. Это, как я говорю, что на гей-парады. Там везде. Здесь, в Киеве, где угодно должны. Причем это действительно ряженые какие-то уроды. И с некрасивыми телами, мордами и трансвеститы. Надо нанимать в Швеции. Или среди нациков. Накачанных латентных нациков. Неважно любых там. Украинских. Наших. Это имеет никакое значение. Они абсолютно один и те же везде. Они одинаковые совершенно. В американских не важно. Нанимать. Чтобы они шли в первых рядах. Вот Ленин и Финштайль. И сталинские режиссеры, евреи, пропагандисты. Там всякие. Они снимали так. Там Столяров ходил. Как символ. Столяров не разу. Или там кто-то. Ни Черкасов, ни Столяров. Они в жизни. Не то, что там в доменной печи. Или там в колхозе. Они там колосок не подняли. Но они играли тех, кто поднимали этот могучий поднимали колосок. Или в доменную втулку в эту печь. Все нужно режиссировать. Ну, просто все. И вот там ходит полно маргиналов. А еще эта мода. Эти хивстеры, дети, школьники. Они с... Как это сказать? И зимой, и в холод, и осенью. Короче, стали в холод. Вот почему-то носить летние укороченные носки. И еще как будто от долгов бегают задранные штанишки. Совсем на 20 сантиметров вверх. Я понимаю. Протест, борьба с режимом. Это очень важно. Это более чем важно. Но укорачивать носки. Это безобразие, я считаю. Понимаете? Я уж не говорю про... Сейчас стали делать лацканы очень узкие. Последние лет 10 мода на узкие лацканы. Это абсолютно безобразие. Но возвращаясь, так сказать, к этим всем митингам. Нету целей средства. Почему? Потому что нету интеллектуалов среди, так сказать, псевдолидеров протеста. Я повторю, я за то, чтобы этих замечательных, энергичных ребят допустить до любых выборов. Муниципальных, государственных, как угодно. Это обязанность по закону. И мне омерзительно, отвратительно, что человека хватает за политическим мотивом. Там сажает каталажку и прочее. Но одновременно и глупость их чудовищная. Вы поймите. И сейчас такая ситуация, когда нет смысла, подчеркиваю, никакого вообще, идти в муниципальные мелкие... Вообще, ну, любой, как там у нас уровень есть, маленький какой-то уровень получать депутат или чего-то. Почему? Потому что вы ничего не сделаете. Вы себя подставите. И вы еще дадите легитимность всему процессу в целом. Когда мы понимаем, что такое прокуратура, что такое суд, что такое центральный канал, когда мы все это понимаем, что это такое сейчас, вот на этом низовом уровне ясно, что вас унизит и затопчет. Просто именно, что не просто не допустят, а еще и унизят. И вы понесете потери до решающего, так сказать, столкновения. Ну, вот вдумайтесь в это. Ну, какой смысл, что вы годами пишете, что здесь мордор, а потом идете, хотите, я не знаю, как это... войти в какую-то часть этого мордора, и там прекрасно вот так вот устроиться, и оттуда говорить, мордор, а ты вообще вот такой страшный, это самое, да. Но это выглядит, по крайней мере, инфантильно. Вот этот инфантилизм, он очевиден. И очевидно, что если брать, то только... Это же вопрос, поймите, это вопрос власти. Или ее брать, или ее не брать. Это вопрос власти. И эти, как угодно вы их называете. Там коррупционеры, бандиты, чудовища, но кто-то это понимает, а кто-то не понимает. Чтобы понять, надо быть либо хищником, либо очень интеллектуальным человеком. Сегодня для протестного движения нужен человек, который понимает не только внутреннюю политику, экономику, но внешнюю политику. Потому что если брать власть, вы обязаны понимать внешнюю политику. Никто из этих ребят ни черта в этом не понимает. Надо, например, в целом иметь культурный уровень. И, кстати, надо понимать что-то и в военном деле, поскольку так размахивать конституции, конечно, можно. Так что, человека, понимающим в политике, в экономике, в культуре, в военной истории, вот кто, кого надо искать. Где такой человек? Я не знаю, где такого найти. Просто не представляю. Не знаю. Но я думаю, что сейчас я уже осветил все вопросы, связанные с митингами. Я думаю, это исчерпаем как-то тему. И если есть еще, продолжим. Если нет, вопросы мы уже... Да, есть такой уточняющий вопрос. А на каком этапе демократическому движению надо было активизироваться для отстаивания своей позиции? Ну, это всегда... Вообще, все делается сразу и вовремя. Вовремя это... Скажем так, вовремя это сразу. Потому что... Ведь у нас была страшная ситуация, когда уже был... Мордор уже была империя зла. Она, благодаря исключительно одрехлевшей, так сказать, экономике и гонке вооружений, она сдохла. Но, как вы поймите, любая вещь, микробы уже как там, сибирские чумоязвы могут возрождаться. И надо было добить. Надо было бить во все колокола, собирать вот эти митинги и прочие в 90-е годы. А уж если не в 90-е, то как только появился... Ну, семья решила, чекист, как претендент, вот тогда надо было все эти кричать, митинги, всю прессу сразу. Даже не в первый год. В первые дни этой ситуации. В первые дни. Потом поздно. Это представьте себе, как... Ну, как если бы... Не знаю, какие налоги. Вот я люблю старинные вещи красивые, антиквариат, да? Аукцион, либо антикварный магазин. Стоит уникальный предмет. Редкий, уникальный. Если сейчас на него не найти средств, где угодно найти, занять, потратить последние, он уйдет другому и будет либо в коллекции другого человека несколько десятилетий, либо он уйдет в музей, будет в музейном фонде и все. Там, в личной жизни. Вам нравится невеста, жених, вы или сейчас охмуряете, водите по ресторанам, всячески дарите цветы, чтобы, так сказать, объясниться в любви, вот, чтобы она потом стирала. Ибо сейчас, либо потом нужно еще года дважды, пока она разведется с другим. Такое дело. То есть все нужно делать вовремя. И то же самое с режимом. Я предупреждал. Я писал много лет. Я же много лет вел блог. Мне не нравится слово блог. Как страничку, колонку. У меня был блог на эхе Москвы. И в московском комсомольце. Это одновременно. Я писал и там, и там. Я предупреждал, что, ребят, или сейчас, или потом будет поздно. А до этого я писал в «Коммерсанте власти». Это печатное. Это с редактуры. Это очень солидно и серьезно. Еженедельная рубрика. Я 40 раз говорю, что напоминаю. В 2003 году, в третьем году, когда СПС и Боря Несов замечательно еще поддерживали Путина, думали, что можно договориться. Он как бы дельный. Он тоже за рыночную экономику, но только подконтрольным. И прочее. Я уже сказал, нет. Вот статья моя была. «Москва. Третий рейх» – это название. Ну, талантливый, но никто не слушал, что так будет. Никто. Даже эти все ЛГБТ-активисты еще пять лет назад говорили, ой, надо с властью что-то там сотрудничать, договариваться там и что-то, и прочее, и прочее. Это можно, конечно, с волком вести такие, значит, куренок с волком общается на какие-то интеллектуальные темы первые несколько минут. Поэтому все нужно делать вовремя. И что мне еще неприятно, я бы сказал так, как я и говорил, много лет я вел рубрики, писал, причем не как сейчас, знаете, вот эти блоги, что-то наболтали на камеру быстро, а это писать, это текст выверенный, это текст с аналитикой, с цитатами и так далее, очень серьезно. И что дальше? Вы читали, и читали сотни тысяч, и не послушали. И теперь вы спрашиваете, а что делать, либо почему вы каждый день не пишете что-то про Путина режим. Я уже, уже с 2001-2002 года, то есть с того времени, когда я физически, ну, вот я вырос до такого маленького состояния, когда я могу что-то, где-то что-то не ребенок, могу что-то сказать. Как только я смог говорить, я сразу сказал, что надо срочно эту ситуацию брать под контроль и бороться с чекистами. Я все уже сказал. И продолжать это делать, это маразм и графомания, это все есть в интернете. Вы можете в течение 10 секунд набрать все советы, вся аналитика, все уже есть. И что мне омерзительный, и я презираю тех людей, особенно вот в том числе в протесте, которые думают, что до них жизни никакой не было. Эти там 20-летние шваль блогеры, которые не написали, в отличие от меня, монографии, не создали спектакли, не создали коллекции 18-19 век, не создали образа. Они просто каждый день вякают, ой, там коррупционеры, коррупционеры, перепащивают Лешу и прочее, и они привлекают внимание. Я давно все сказал, я предупредил, причем аналитику, и вот кого надо слушать, кого ценить, и как объяснить, что не надо повторяться, я не люблю графомании. Зачем? Уже все написано, все сделано, вы только следуете этому. И мне это не то, чтобы, знаете, там усталость, нет, мне надоело, мне надоело эта ситуация. Говорят, ой, этих посадили на 30 суток. Значит, смотрите, вот эти блогеры, они не уважают мой труд многолетний. Тогда вопрос, почему власть должна уважать их? Если они хорошие не уважают мои работы, почему плохая власть должна уважать их? Здесь же есть логическое противоречие? Есть. И учите, что неинтеллектуальные ребята из протеста, они подставили, они подставили ведь не только себя, почему я, так сказать, их критикую, они подставили и меня, потому что ситуация в стране действительно аховая, действительно все движется к совку, страна закрывается и политических, экономических свобод все меньше и меньше. От этого страдают все, в том числе. Я хотя, я предупреждал, я 20 лет назад об этом предупреждал. Вы не послушали, теперь страдают все, поэтому я имею право вас критиковать. То же самое на Западе леваки, которые допустили исламизацию Европы, допустили дикарей и оккупацию Парижа, Вены, Милана, Берлина, это оккупация. Я много лет опять-таки со студенчества предупреждаю, и в том же коммерсанте была статья, называется «Варвары радовались, глядя на все это про уничтожение Рима варварами в свое время». Я уже все сразу сказал, потому что, знаете, умным человеком сразу все понятно, здесь не нужно сидеть, или пока гром не гранили, или пока по башке дали уже эти дикари-мигранты, нет, все умным человеком, здесь нужно быть даже гением, все сразу ясно, я все сказал, и теперь страдаем все, и умные, и дураки страдают в Европе, потому что невозможно ходить, там действительно все оккупировано дикарями. То же самое здесь, я сказал, что надо бороться с чекистами 20 лет назад, эти хотели, думали, что может договориться, кто-то просто отдыхал, кто-то, ага, нефтяные деньги зарабатывал, теперь опомнились, бегут из страны, кто-то уже сидит и так далее, кого-то убили. Поэтому я, конечно, негодую, негодую я все равно эстетски, но негодую, тем не менее, тем не менее, я все равно полон негодования. Надо слушать, а то действительно вылупились эти 20-летние, да, это очень смешно, я, от меня же всем что-то требует, это требует, меня караульят у всех ресторанов, где я хожу, отвечая на вопросы, я попросил, да, читай, ну, то, что туда присылают, потому что вдруг на 100 писем придет одно какое-то дельное или что-то, или предложение и так далее, и так далее. Антон, благодаря его чудовищному вот такому характеру, вот, пожалуйста, был бы лидер протеста, за эту Памфилову она допустила бы всех, только чтобы он отстал. Он бы, хорошо, она бы там послали бы на него этот, космонавтов, они бы даже его арестовали бы. Он бы и в СИЗО, и тогда они его выпустили бы. Поэтому, если меня, я, помните, вот когда до Антона раз в месяц на что-то такое отвечал по скайпу, теперь везде я поехал гулять в усадьбу, да, он туда приехал и приехал с приятелем тоже с этой, с петлички, с оператором вопрос, хорошо я там отказался в усадьбе, потому что там шум листвы и деревьев. А тут до ужина. Знаешь, что после ужина. Может быть, после ужина я был бы к лидерам протеста нежнее. Я бы пожалел. А так, они, может, там уже поели, между прочим, у себя в СИЗО, могут быть, поели по расписанию. А я пока распивался, пока гулял, ты меня словил. Ну вот. И эти ребятки, которые там в 20 лет решили, мне присылают линки, посмотрите, вот этого арестовали и про него посмотрите. Я, во-первых, его не знаю. То есть, что такое я не знаю, я слежу за ситуацией. Откуда-то человек возник. 20 лет, откуда-то возникает. 25, 20, 19, не имеет этого значения. Что он сделал? Почему он в этом возрасте должен развиваться, он должен влюбляться, он должен искать романтики, гулять по паркам, путешествовать. Хорошо, если что-то интересует, он должен заниматься наукой, физикой, химией, написать книжку. Хорошо, не интересует, иди пытайся что-то в бизнесе. Ну, сделай что-то. Ну, нарисуй картину, ну, скопируй там в Эрмитаже какой-то холст масла. Ну, хоть что-то. После этого, когда что-то умеешь, что ты можешь предложить, иди в политику. А параллельно, да, пиши гражданские эти самые, что мы не прощаем, не забываем и давайте соблюдать Конституцию, там и прочее, и прочее. Давайте соблюдать Конституцию. Конечно, давайте, когда поздно. Но я этого 19-20-летнего, я его не помню на своих лекциях. А я, простите, Полойки, еще и лидер всего этого направления. За последнее. Я первый, кто стал говорить и первый, кто стал все это писать. Если он не был на моей лекции, если он меня не цитирует, значит, он стал снимать свой ролик, свой там, блог или что-то только для того, чтобы получить дешевую славу и стать каким-нибудь там депутатиком. А отнюдь ли для того, чтобы сделать что-то для страны? Что он не развивается, он не получает опыта и знания, он не хочет развиваться, он думает, что можно и так. Чем он отличается от того, кто идет в отсосники, помощники депутата какой-нибудь партии власти, который бегает за водкой или там в банюс, обожаемый мной, у нас ни в одной стране мира, ни в одной, не может лидер фракции так откровенно, ты, наверное, видел, но мы понимаем, о каком идет речь, дивные кадры, все каналы страны, официальные же там, Москва-24, второй, первый канал снимают как этот изумительный человек, который уже 20 лет монетизирует всю ситуацию, талант арсиста изумительный, в баню, потом они в этом бассейнчике, голенькие, все эти, как называют, с провинциальной порочностью, одинаковые совершенно молодые ребятки, он одному рот открывает, другому зубы так, хорошие, и кто посимпатичнее, он в теплую водичку, а кто, ну так, на один разок, тот, значит, в холодную, они, поскольку они даже хотят быть в Москве, они идут в холодную, это такой восторг, а мудачье в фейсбуке пишут, каждый раз там, он что-то ляпнет, разбомбить, там, взорвать, и пишут, перепащивает, перепащивает, и говорит, какой позор, какой ужас, ну кто из них дебил, этот великий артист, который 20 лет на сцене играет, и там, в 70 лет с молодыми этими, с деньгами, или эти, он играет, если вы не понимаете, что это игра, это нельзя всерьез воспринимать, они всерьез, в протесте очень мало ума, наверху в режиме практически нет ума, но им и не нужно, потому что у них есть танки, деньги нефтяные, и так далее, а чтобы свалить тех, у кого все это есть, вот здесь нужно иметь большой ум, а если совсем нет, тем более не ходят на мои лекции, ну как это, я считаю, что это преступление, я не знаю, что им там шьют какие статьи, я думаю, что это политические статьи, и это позорно, и надо Amnesty International звать, им давать там политические убежища, но то, что они не ходили на мои встречи со мной и лекции, это очень серьезное правонарушение с моей точки зрения, понимаешь, поэтому, да, так, задам очень конкретный вопрос, еще вопрос, а кто из сторон больше ошибается, власть или оппозиция? С двух сторон интеллектуальные люди, с двух сторон, но я повторяю, что если у вас есть нефтяные деньги, если вы сидите в феодальном замке с очень высокими стенами, здесь недалеко, если у вас есть танки, то в принципе вам не обязательно какое-то время, даже долгое время, не обязательно, не то, что там иметь особый интеллект, но в принципе вы можете подписывать так крестиком, вот, и вам будут аплодировать, вас будут обожать, а если вы еще и ударите силбом о какую-нибудь икону, так что дураков надо обманывать, вот, а когда у вас ничего нету, ну, вы ошибаетесь на каждом шагу, потому что действительно здесь надо быть в 10 раз умнее, вот, я думаю, думаю, что так, да, есть еще? Два похожих вопроса, которые я объединил в один, как так, что вы с одной стороны парадоксально поддерживаете Навального, но при этом отмечаете его отрицательные черты? Здесь никакой парадокса нет, если тебе что-то нравится и что-то поддерживаешь, это не значит, что ты не должен это улучшать, это как про ту же Россию липовый псевдопатриот, который на бюджете, да, зачем вы критикуете Россию, ну, минуточку, если вы распиливаете бюджет и говорите красивые слова и не хотите видеть очевидных проблем, вы как раз ненавидите, а если вы любите, вы хотите это улучшить, если у вас там что-то родственник, знакомый, там жена, брат, квартира, дача, вы хотите это улучшать, поэтому, что касается Навального, я много лет, много поддерживаю Навального по очень простой причине, я не люблю тех, кто ни себе, ни людям, ни я не хочу условно в президенты идти, ни поддерживать Навального, и все, Навальный хочет идти, и надо сменять режим, надо сменять Путина, значит, надо поддерживать того, кто реально хочет, идти не в какой-то мелкий уровень, а реально настолько тщеславный, сумасшедший, что хочет побыть президентом, понимаешь, если я пока, вот если я для себя не решил, что я хочу поменять свой образ жизни, чтобы не вставать в час дня, чтобы не пить, никуда, не гулять, не гулять, знаешь, так легко, чтобы не выпить из бокала, не который с собой носишь, как Путин, да, который просто пришел в любой ресторан и из любого пьешь, это тоже особая привилегия, потому что если стать президентом России, то скоро начинаешь пить только из своего бокала, а же страна же православная, Бог, а почему это, интересно, почему Бог не охраняет, почему надо пить из своего бокала, я считаю, что у нас настолько духовная, православная страна, что все бокалы должны быть чисты, и все напитки должны, вообще яды должны, а кстати, вы учите, что по нормам вот это древнееврейских дел и Библии, и Нового Завета верующий настоящий, одно из доказательств, что это человек верующий, он может принимать яды, пить яды, и ничего ему от этого не будет, почитайте речи древнего этого раввина, поэтому я не понимаю, как он получается, либо он неверующий, некрепка его вера, тут какие-то надо понять, или туда, или сюда, значит, или снимите, либо наденьте, неудобно, вот, либо снимите, либо наденьте, да, а Навальный, вся проблема Леши, что он абсолютно неинтеллектуален, абсолютно, то есть он до такой степени примитивен, и он абсолютно пустой, он примитивный, и это, кстати, дает им огромные шансы, если его не убьют физически, стать президентом, это огромные шансы, потому что туда нужно, туда можно дойти, вот так, чтобы по этим, по СИЗО, по митингам, либо по договоренностям с чекистами, это очень, это такой организм, которому на все наплевать, который и не любит, и не читает, и не гуляет, и в консерваторию не ходит, я уже много раз говорил, что, как мне кажется, значит, Леша, он холоднее Путина по эмоции, холоднее в сто раз, я говорю, что самый холодный среди известных этих ребят это Ходорковский, это вообще там, рыба, он, я думаю, принимает решение и что-то анализирует, сложно даже это описать, это нечеловеческий организм, потом вот по холодности Навальный, потому что Путин по сравнению с ними доменная печь раскаленная, а вот Лешева принимал решение там резать, убивать в одну секунду и самостоятельно и легко, не моргнув глазом, но в нынешней ситуации вот критикуют, да, неинтеллектуальный, да, пустой и холодный, а почему же вы его тогда поддерживаете, объясняю, что надо же сменять, а президент и чиновник вообще-то не ваш близкий человек, вам с ним, так сказать, в одной квартире не жить и вам с ним закатами не любоваться, он может быть вполне себе и холодный и обладать массой негативных черт, главное, что он должен сменить совсем что-то такое прогнившее, а ситуация такова, что уже вот за эти 20 лет не просто что-то там негатив, а все сгнило до опасной гангрены, и надо менять на что угодно, причем, если в случае с Лешей, вот, если бы допускать Лешу до президентства, то, конечно, надо начинать сразу с ним контроль и борьбу, и лучше бы, чтобы в день, когда он получит власть, в этот день сразу у него эту власть забрать, не через неделю, через неделю уже будет новый Путин, через неделю уже ему скажут, что он гений, великий, давайте мы ради вас кого-то убьем, это не то, что через год, а будет через неделю, вот, поэтому здесь нет парадокса, его надо допустить, его надо поддерживать, потому что все сгнило, и даже, я бы сказал так, психологически, медицински, эмоционально, настолько все устали, настолько страна уже устала от одного и того же набора лиц, что надо менять даже на что-то плохое в медицинских целях психологических, и быстро-быстро с этим бороться. Знаешь, замечательный анекдот из спектакля старого Вахтанговского, из «Принцессы Турандотт», как справиться с мышами в квартире, как справиться, очень просто, надо всех мышей загнать под шкаф и быстро-быстро подпилить ножки. Вот примерно так надо и с президентством Леши, значит. Да. Вот у нас уже был похожий вопрос. Что? У нас уже Леша был? Близко. Да. Но все же приходит огромное количество однотипных таких вопросов, поэтому он все-таки его задан. Чем, на ваш взгляд, вызвана такая жестокость подавления акций протеста? Ну, это же хищники. Власти хищники. У них силовые, слушай, слово, силовые ведомства, они какие должны быть? Они, знаешь, это, Минуэт, хоть поверьте, хоть проверьте, это Золушка Сенчина пела. Это, конечно, был бы очень художественный интерес, ну, видишь, такой, как был бы режиссур, какая красивая, какой-то огромный, такой, на каждом, значит, такой, аммоновис, да, вот, и что-то там такое, значит, из высшей школы экономики или из низшей школы экономики, да, или особенно какая-то девочка такая, что-то, вот, и ему, значит, закатать, вот, вся проблема, что с той и с другой стороны категорически примитивные существа, в чем главное, вот, их не надо называть людьми, даже я говорю, не надо, как раз вы ошибаетесь, вот, и режим, и эти омоновцы, это и есть люди, сейчас внимание, вот это и есть люди, то есть, это как раз большинство того, кого вы называете ошибочно, вот, homo sapiens, вот, вот, а те, которые там, вот это, вот это все, литература, поэзия, микеланджело, это как раз не люди, потому что они в таком меньшинстве исключений, это как раз не, не, а люди, это как раз, чем, чем, не то, что там, вот, а те, кто именно бьют, не то, что, которые там сейчас, Яшина какой-то, ну, они этот анонизм выставляют, вчера я смотрел на чужой анонизм в Фейсбуке, опять, как, ну, там, меня арестовывают, и прочее, прочее, когда один раз первый, это, да, а когда 147-ое, это самое, все на мобильник, ясно, что это будет, и какой-то такой, или малорос, или белорус, ну, московский этот мент, арестовывает, высокий, симпатичный, очень стесняющийся, не понимает, что ему говорить, не очень знает текст, ему сказали, надо взять, а этот сволочь, начинает спрашивать, там, как бы, за что, там, на каком основании, а это не предполагается вообще, и тот начинает как-то, что-то очень, но это то, что происходит в фейсбуке, очень мучается, все это, ребята, бардак чудовищный, мне все это очень не нравится, это надо все по-другому, и стоить с другой стороны, и все должны быть грамотнее, артистичнее, Собянин, все-таки мэр Москвы должен быть москвич, чтобы он понимал, где можно класть, а где люди вместо велосипедов должны жить, стоит Собянин, уже его проклинают, по-моему, все, значит, в фейсбуке, проклятие, Собянин, все, я сам говорю, ой, это все нельзя так, и вот он, после первого этого несанкционированного митинга, читает, страшно скучно по суфлеру, ну, это видно, что по суфлеру, ну, значит, силовики, все правильно, замечательно, но скучно и по суфлеру, вот если бы он, с тем же смыслом, но художественно по-другому, то есть, от себя, мол, так сказать, да, избили, да, закатали, и еще закатаем, и еще 10 пентхаусов будет, и после этого он бы еще подошел и плюнул бы в камеру, а что ему за это будет, все равно ему ничего, значит, оппозиция ему все равно ничего не сделает, ну, просто ничего вы не сможете сделать, потому что, когда надо было делать, когда я писал и говорил, вы сотрудничали, ездили, вот если, тогда бы я прям завубежал, потому что это художественный акт, он искренне плюнул, потому что, а почему нельзя, вопрос, а почему нельзя плюнуть, что ему за это будет, ему ничего за это не будет, и это был бы самостоятельный поступок мужчины, а по суфлеру стоять, то же самое у меня претензии к Путину, между прочим, вы, наверное, все видели, ну, не все, но кто-то, кто анонирует, вот это вот, не знаю, видно там, да, вот это что, да, это регулярно происходит в соцсетях, в фейсбуке, режим плохой, три года прошло, очень плохой режим, а с другой стороны тоже, значит, скоро оранжевая революция, танки, беги, хотят войти в Саратов, значит, или, или, так, что-то такое, что, Сорос, наступает, это мяк, что я делаю, не поужинал, вот и происходит, что мозг голодает, в отсутствии глюкозы, и поэтому, тут много еще можно листик пободрать, и претензия к Путину, она простая, я тоже, я поражаюсь, у него там и эти какие-то, два недобитых, это самое, это медуза с чем-то недобитая, и это, лохматый чучело, которое, изображает из себя, ну, берет информацию, что надо делать у Пескова, и потом изображает из себя лидера демократии, чебурашка с нилыми зубами, так вот, и как он все это терпит, то есть, это ясно, что это как бы для выпускания пар, а зачем выпускать пар, уже можно давно все просто зажать, и никто ему ничего не сделает, Запад ничего не сделает, потому что на Западе хилые леваки, они вообще ни во что не хотят встревать, ничего делать, здесь, где народ, я живу здесь в России всю жизнь, я за всю жизнь ни разу не встречал здесь народ, я просто, ну, я не встречал, может кто-то, может кто-то встречал, я не буду говорить, что нет, но, это как с Богом вообще, кто-то, может быть, видел, встречался, я, то есть, в зеркале, конечно, но, так, чтобы в этом, в литературном смысле, в общеупотребительном, так вот, претензии к Путину, видели вы встречу его с, ну, как эти, лица, лица, которые его поддерживают, когда наступает спектакль под названием «Выборы», «Алло, вы будете лицом, который поддерживает», и вот, и они, когда на кухне между собой, кошмар, «Да, конечно, 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 да, да», вот, и начинает постить тоже, величайший, античный профиль, мозг Эйнштейна, вместе с, это самое, красоты, как Мерлин Монро, и, и он, настоящий, там говорят, двойники, двойники, я уверен, это настоящие, он ходит, и туда, и когда ярко, мы на дно, и с дна стучат, все это он делает, и он встречается с этими лицами, которые по звонку, и они сидят, с умными, граждански настроенными на любовь к России, и за деньги лицами, ну, харями, конечно, это лицами давно уже назвать нельзя, они еще сидели при совке, они же были там, кто парторгом, кто мисторгом, вот, и он всерьез, то, что ему там эти западные пиарщики, наемные фирмы, тут же работают давно, которые пишут, я не думаю, что всегда Песков, прямо Песков, чтобы вечером сидел, что-то там кропал, я в это не верю, вот, даже Громов, не, ну, Громов, еще трудяга, который держит СМИ, значит, вот, в руке, но ему что-то тоже не пишут, и вот Путин встречается с ними перед выборами, и объясняет, как будем улучшать жизнь в этой стране, им, и они, значит, он им очень уважительно, они ему, а, тоже, как будто с гордостью сидят, то есть, такая проституция тоже бывает с гордой осанкой, и, что у меня в этой ситуации, ну, вот, если бы Владимир Владимирович, имея его все возможности, не так с ними, знаешь, вот, уважительные, с этой, по бумажке, да, а вот сел бы, я не знаю, там видно, вот, нога видна, ботинка, ботинка покажи, ботинку, меня не надо, ботинку покажи, вот, сел бы, и сказал бы, так, ты глава, там, кинокомпании, ты глава театра, и чтобы ты, ты же хочешь быть главой, продолжать быть худруком, там, продолжать быть этим, вот, давай лежи, вот, лежи ботинок, да, показал ботиночек, да, теперь можно меня, и чтобы вся эта, весь этот публичный дом, очень медийный публичный дом, чтобы они все гуськом на коленях лизали ботинку, вот, тогда бы я первый проголосовал за Путина, потому что это и художественно, это и честно, и это ставит в нужную позу вот этих всех, а так, значит, мы будем развивать, и углублять, и величие, и с колен, ну, это, ну, это, как-то, если есть. Вот, представляете, реально много записок от обиженных блогеров, которым вы не допислили. А, это те, а как же они, как же мы, там же не дают писать, по-моему, или это другие, это еще, а, эти еще, а, ну, значит, как вы это прокомментируете? В фамилии, вот, если не успели, в фамилии напиши анонимку, туда, готовил, несанкционированные, аноним Антон Кужим, все, если бессмысленно отвечать, мы вырежем их. да, так я не понял, что они хотят? Хотят, чтобы вот, вы как-то отреагировали на это, что они пишут. Они обижены, что вы не даете интервью? Да. Ну, так, а зачем интервью? У меня книжка, 864 страницы, у меня 10 тысяч роликов, там, 100 статей на Эхе, 50 статей в Коммерсанте. Если вас, если хотите получить какую-то информацию, что интервью, получите информацию. Вы можете получить там кликом, мышкой. Я все сказал. Как у Райкина, знаешь, это, там, в общем, познакомился с женщиной, день говорит, она с открытым ртом слушает, два говорит с открытым ртом, закрой рот, дура, я уже все сказал. Так и я. Они все эти вопросы... Некоторые, многие подписчики полностью разделяют ваше отношение к неинтеллектуальным оппозиционерам. А, к оппозиционерам. Да. Но все же спрашивают... Сейчас уберите от меня этот фиг уже. Или ужинать пойдем. Но все спрашивают, могли бы вы им все же помогать советами. Кому? Спасли оппозиционерам. Советами? Да. Ты не трогай мой... Это... Это уже... Когда ты в этом принимаешь участие, это уже не это самое. Это статья. Поэтому... Это мой фикус. Нет. Я не знаю, что я могу посоветовать им только... Всем моим врагам нужно принять один факт. Это статья нестыкабельно. Нет. Что советовать? Я все сказал, что, как делать. Я советовал, что делать, начиная с 17 лет. У меня с 17 лет уже была большая активность в СМИ. Я писал и с 20 давал интервью. Я советовал бывшим и новым братьям украинцам. 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 Неважно. Советовал. Когда сначала я писал статьи и говорю, что империя, она возрождается и она будет наступать. В Украине, на Украине меня читали, хорошо относились, абсолютно не слушали. вообще. Вот все 2000-е годы я говорил, что это будет. Я публиковал книжки даже, целые книжки по имперству, потому как Российская империя начинает войну, потом обвиняет всех, что это они виноваты в войну. Меня не слушали. Слушали они Киркорова, снимали копродукцию дебильных сериалов, получили аннексию Крыма, получили Донбасс и так далее. Не слушали. Хорошо, ну ладно, уже началась война. Уже хорошо. Дальше я искренне хочу, чтобы война закончилась, чтобы они жили замечательно. Мне жалко. Я опять говорю, так, как жить? Очень просто. Тоже не надо быть гением совершенно. Очень просто. Вот есть Россия, посмотрите по пунктам, как живет Россия. Так, пропаганда псевдопатриотизма, пропаганда религиозности, казнократства, ну, все это прикрывает казнократство. Сделайте наоборот. То есть, ничего подобного. Абсолютные дебилы опять носились все годы войны с иконками, их убивали, 11 тысяч погибших они носят с иконками. Простите, если вы верите в Бога, да? Если Бог есть, простите, кто эту войну наслал, кто убил ребят. Если Бога нет, тогда вы это делаете. Нет, вы как в России носились с иконами, с двух сторон границы носятся с иконами. С двух сторон говорят только о патриотизме. Как только президент пристает быть президентом, на него тут же уголовные дела, пропадают миллиарды. Почему-то они оказываются в самых патриотических местах опасного Запада. Поэтому не послушали. На Украине тоже не послушали. Вот я советовал. Потом я советовал. Не надо клоуна. Потому что клоун, во-первых, просто клоун. Это не уважать себя. И это очень опасно. Во-вторых, ясно, что его ведут пропутинские ребята. Нет. Они, задрав зад, радостно. Главное, чтобы не тот, который сначала был главным, чтобы он. Порошенко. А теперь главное, чтобы не он. Ну, мы же говорим, что маразм. Пожалуйста, вы можете либо найти еще вариант. Вы же великий. Вы говорите, ой, мы украинцы не такие, как вы. Мы великие, замечательные, изумительные, талантливые. Но если вы там на 100 миллионов украинцев чтобы он не играл невстающим пенисом на несуществующем рояле, хриплые крысы вот такого роста. То есть, как комик, никаких претензий нет. Замечательный парень, пусть юморит и веселит пролетариат, который пришел, съел луковицу, выпил водки, нет сил трахнуть жену, пять минут посмотрел сериал или этого клоуна и уснул до утра. Потом поэт на работу. Ну, где-то там сделает, наделает детей таких же. Вот. Я предлагал, есть единственный вариант. Если вы из себя не можете из своей среды, а там в среде в этой быть не можете, потому что нет эстетики, нет традиций, ничего. Наймите чиновника где-нибудь в Швеции, допустим, или в Швейцарии, или там в Голландии, неважно, наймите, чтобы не было кумовства, чтобы он знал логистику, чтобы он был очищен от всего этого, пусть он делает вам свободную Украину. Чиновника нанять. Нет, вы не давайте нашему. Вот получили нашу. Это, кстати, есть в науке, в исторической историографии спор нормандской теории. Норманисты, антинорманисты. Могла сформироваться там древнерусское государство, могло само или нет. Это только благодаря вот этим самым викингам. Ну, простите. Вот до сих пор, я смотрю, с государственностью большие проблемы. И если не пригласить, земля обильная и богатая, а наряда порядка в нем нет, если варяга не пригласить, то будет так, как сейчас есть. Поэтому, конечно, через тысячу лет вот эта нормандская теория имеет разрешение не научно-историческое, а опыт был в коллайдере проведен. Вот теперь из невероятно смешного. В интернете, особенно в группах ваших поклонников, последние дни обсуждают опубликованную переписку двух ваших завистников. И вот многие спрашивают, как у вас... Это я даже сам могу. Это... Ну что там? Ну как у вас с эмоциями? Эмоции... Ты подожди вообще. Это, ребята, это, наверное, я вот... Я когда вчера мне это стали присылать, я... Что ты... Нет, уберите. Я когда вчера стал это все читать, эту перепись... Перепиську... Перепиську двух завистников... Ну я стал читать, кстати, не сразу. Я сначала подумал, ну это... Ну морально-нравственно как-то читать чужую переписку. Это как-то... Я ходил вокруг компьютера. Я ходил-ходил, думал, значит, ну города достойно, то, что это не аристократично читать, вскрытое, так сказать. Но не выдержал. Не выдержал. И потом, знаешь, как это сначала смотришь на еду, потом подлетел и все это... И прочитал. Прочитал. Я вам хочу сказать, что... У меня, конечно, фантазия, ну понимаете, художественная. И читал я много. Там... от какого-нибудь древнего грека до реформатора греческой литературы поэзии Каваписа. От изумительной поэзии серебряного, золотого, серебряного века до Бродского. Я читал все. Я читал Зощенко, Бабель, если мы говорим об этом. Читал Хармса. Но Хармс, Зощенко, Бабель, и вы знаете, даже Чехов в отношении того, что я прочитал, это блекло. Потому что вот если бы герой Чехова писал стилем Хармса с душком Зощенко, это было примерно примерно видел, не видел, там это в поддоне я видел. это что-то нереальное. То есть вот эта переписка, и там, кстати, все становится на свои места. И, кстати, все, что я говорил, между прочим. Я говорил, что дешевки, говорил, что это от зависти. Но правда как? Я, знаете, тоже расслабленный маменькин сынок. Я думаю, ну, там кто-то живет плохо и завидует успешному, знаменитому, симпатичному и с какими-то скользкими, с внешностью, с ростом. Ну, и так, интеллектуально понимаю, но быстро. Потому что у меня всегда мысль быстрая, я сказал и забыл. У меня нет вот этого, знаешь, Достоевского копаться в глубине, вот это все, в человечине, нет. А когда я почитал «Адищу», это «Комната гроб Раскольникова». Я имею в виду не комнату, а вот атмосферу. Атмосферу почитал, я бы, уж как бы в этой ситуации я себя ненавидел, как бы я себя завидовал. Вот. И, но подробности, мизансцены, восклицания, термины, знаете, я там обнаружил, я на самом деле в свое время даже смотрел, читал «Словарь русского мата». Но там есть слова, которые не вошли в словаре, это не то, что неологизм, это человек как-то изобретает и все это от почвы судьбы, все это «де профундис», это все изнутри взываю. Я, конечно, думал, как-то на днях это отдельно просто в ролике где-то прокомментировать. Я еще там внимательно, я хочу внимательно, я ночью поглядел, но так, но это уже, это уже вот, вот, но эмоции, эмоции, я хочу сказать, эмоции были, я был действительно под столом 18 века, что у меня, а здесь столик 18 века и на нем Веджвуд, изменительная жардиньерка, Веджвуд конца 18 века, на столике 18 века, столик в стиле Шаратон, и я уже был через полчаса прощения под этим столиком, потому что степень юмора, это не юмор, это не юмор, не комизм, вот я тебе говорю, что это есть не то, что маленький, русская литература это маленький человек, страдание маленького человека, большой страдания маленького человека русской литературы, а это это муки совсем какого-то микроскопического, как измельчал маленький человек при Сергее Семеновиче, и вот, но поразительное дело, там самое гениальное, что это вот весь это бред собачий, завистливый и подлый, и вернее, это уже описывается вот свою, эту ничемную, несчастную жизнь, это завистник, но он это описывает с правильными знаками пунктуации, он это литературно как-то жив этот жанр, эпистолярный, эпистолярная переписька жива, и она так показывает как раз, как живут мои завистники, откуда происходят эти поклепы, это клевета, вот там как раз это анатомия, так сказать, вот этого всего, восторг, я считаю, что просто восторг. И еще из-за всем свежего, такая новость, в Ульяновской области 16-летний подросток убил мать. Знаю, я днем, днем, деда, брата и сестру не пущу, как бы вы это прокомментировали? Прокомментировал? Да. да. Да, как это, собственно, как там, он был, по-моему, всех убил вообще, Всех убил, и вроде сам тоже. Ну, это ладно. Значит, мамушка, мамушка, это перфекционист, понимаете, это, то есть, во-первых, максимализм, максимализм с перфекционизмом, но я все равно, а где же, где же, вот, где же эта духовность? Где же это, там же с самолетами попы окропляют что-то, горячие леса, пророславие, не то, что там на Западе, Запад, это понятно, там у них ничего, а мы, мы же это, то есть, сформулировать не знаем как, но ощущение, когда описать вообще наше величие и уникальность, оно, оно, как-то, слова здесь, слабые слова для описания нас, нас, мы, мы, мыс, мы должны, даже разбить что-то хочется или кому-то морду набить, чтобы описать нас, они, мы это, это, они вот это, а мы, и вот, вот он, ну, я не понимаю, где результаты, попы, кадят, свечки, за копейку, ну, не за копейку даже, а, поэтому я не знаю, надо как-то уже, что-то серьезно, они, она же где-то в Ульяновске родила, эта мать, да, и смотри, если у него сестра и брат, значит, три штуки детей в семье, правильно, он, сестра, три штуки, вот вдумайтесь, ведь вся проблема, с моей точки зрения, вы можете там орать, это самое, сходить с ума, истерить, вся проблема, что не надо кое-кому, то есть многим рожать, тем более много, если у вас нет нормальных средств, денег, если вы не любите, ну, если вы не можете дать любовь ребенку, если вы не можете дать ему нормальное образование, воспитание, действительно, средства для, чтобы красиво жить, зачем вы делаете несчастного человека, вот в Ульяновской области, ну, скажем, прямо, это не Швейцария, вот прямо, прямо, это не Рим, не Милан, не Швейцария, там, не Женева, не Люксембург, не Франция, и там сразу три штуки, зачем? Ясно, что один из этих трех штук, а Ульяновская, это не в честь этого калмыцкого еврея, нет? Ну, вообще, ну, ну, я не знаю, никогда там не было, и надеюсь, да, есть еще что-то? Есть, как вы знаете, большую обласку получил омерзительный выпад леваков против вашего коллеги и друга Пласилу Домингу, многие ваши поклонники, они просят объяснить вашу победу, говорите, нет, но моя позиция, это бороться с подонками и защищать достойнейшего человека, что касается Домингу, то тоже, вот, сейчас это не вовремя, я собирался на днях сделать отдельный ролик, дело в том, что я всегда ко всему подхожу очень серьезно, тем более, к таким ситуациям, значит, что я могу сказать и что мне удалось, ну, мне это было очевидно, но я это уже выяснил после небольшого расследования, значит, это заговор, заговор в части американского менеджмента оперного, музыкального, дело в том, что Доминго в своей почти 80, ну, официально 78, там, не будем говорить, что неофициально, он до сих пор в фантастической вокальной, музыкальной форме, потому что он не только поет спектакли, концерты, он дирижирует, он имеет огромный ангажемент как дирижер, и его репутация, его форма безупречна и непререкаема, и он до сих пор владеет значительной частью аудитории, рынка и так далее, и, соответственно, ничто его не берет, ни возраст, ни чудовищной болезни, рак, несколько лет назад была операция, вы знаете, это всегда опасно, что вернется, он победил, он победил, и так далее, и так далее, и эти скоты решили, что уже нельзя терпеть, надо часть рынка себе брать, и придумали вот эту мерзость с какими-то там девками, тетками, которые про сексуал харассмент, про приставание. То есть, эта сексуальная история, это только метод, метод борьбы. И, как мне удалось выяснить, еще год назад уже, уже эти подонки искали, искали специально возможных хористок там и так далее, и так далее, кто бы могли этот поклеб наговорить, анонимно или неанонимно, уже искали за деньги. И я даже знаю одну, которая отказалась это делать. Это был год назад. И вот теперь, внимательно смотрите, одно какое-то агентство, это Associated Press, кто за это там отвечает, это подонки, которых надо судить, и если бы они лично были здесь, я бы не было ни одного сомнений, чтобы лично разнести их рожей, чтобы их родная мать не узнала. Так вот, они нашли анонимных ублюдин, сморщенных теток, старух, которые заявили, что там, Доминго на них 30 лет назад посмотрел в лифсе, а другой якобы звонил по телефону, чтобы пригласить в ресторан, из этого она сделала вывод, что он хотел ее домогаться. При том, что если 30 лет назад это уже Доминго был не просто суперзвездой, а звездой на Мир-1, у него уже тогда был собственный самолет, у него 35 лет собственный самолет, на котором он каждый день перелетает из страны в страну, он уже тогда был в состоянии, когда вокруг каждый день не только семья его сыновья Марта, а еще и Клака, и поклонники, и они по ресторанам, и два спектакля, репетиции в день, ночной перелет и так далее, то есть при всем желании то, что там описывается, это нереалистично. То, что он мог, вполне естественно, абсолютно естественно, кому кто-то нравится и даже приставать, но есть реалистическое описание, и я, как режиссер и практик, знаю, что такое нереалистическое описание, тем более, что те, кто могли бы сказать какие-то слова про Доминго, они как раз ничего не сказали, естественно. То есть это нашли каких-то совершенно левых скотов, чтобы сделать вот эту акцию. И обратите внимание, через не несколько дней, через несколько часов выродки в менеджменте Сан-Франциско-Опера и Филадельфийского оркестра, которые я призвал обе эти компании бойкотировать. Я хочу сказать, что любой, абсолютно любой артист или зритель, который купит билеты или пойдет выступать сейчас в эти компании до того, как они не вернут ангажементы Доминго и не изменятся перед ним, это мой личный враг. Потому что подлость, подонство терпеть нельзя. Если мы издадим одного, дальше они сядут на голову всем, эти скоты левые. Так вот, Доминго. Дело в том, что буквально через несколько часов после того, как появилось сообщение «Это новость» в «Сэшэйд Пресс», просто клевета и бред, вот эти две компании, Сан-Франциско-Опера и Филадельфийский оркестр, заявили, что они отказываются от выступления Доминго осенью. Такое решение, даже плохое, даже преступное, нельзя принять в несколько часов. Вы понимаете? То есть это спланированная, спланированная подонская акция части американского менеджмента, но это возможно стало только благодаря тому, что сегодня мы имеем леватский мир и господство леватского фашизма, что Доминго нельзя, что называется, схватить ни на чем, ни на непрофессионализме, ни на плохом каком-то отношении, ни на какое-то, я не знаю, нарушение чего-то. Он ничего не нарушает как профессионал, как юридическое, так сказать, лицо и так далее. И можно было только этим подонством. Если бы у них не было этого инструмента, чисто леватского, который только несколько лет назад возник, все было в порядке, потому что они не могли бы ничего придумать. И мы должны бороться, мы должны понять, что это контекст, что в целом леваки губят западную нашу цивилизацию, когда пускают дикарей, когда допускают, которые совершают теракты в Европе, когда разрушают капитализм, и нет смысла людям работать, начинается опять социализм, нищета, зарплаты низкие, налоги большие и прочее, и когда выдающихся людей, гениев вот так третируют. То есть, это на самом деле звенья одной цепи. Вот это леватская цепь, которую нужно разорвать и уничтожить. Леваки сегодня это хуже фашистов, в сто раз хуже фашистов. И это враги любого приличного человека. Это преступники априори. Тот, кто сегодня говорит, что он левый, это преступник априори. Он как минимум хочет у вас отнять то, что вы заработали огромными налогами. Как максимум это допущение террористов, причем вашу квартиру. Как максимум это уничтожение карьеры великого человека, я бы сказал, величайшего музыканта современности. Так что я повторяю, что вам это никто не скажет, ни в одном газете, журнале, канале. Это заговор, я точно могу сказать. Я даже знаю, кого искали год назад уже на роли этих девиц, которые оклевещут, уже искали. Понимаете? То есть, это в чистом виде заговора. И, конечно, сегодня мы должны все поддерживать Доминго в соцсетях, покупать билеты, приходить и преследовать и клевещущих вот этих сморщенные дырки, и главное, главное, заказчиков, менеджеров этих обоих п***ных компаний. Вот нужно их... Они все есть в соцсетях, вы всех можете обнаружить, и с ними надо поговорить очень серьезно. Потому что они, ну, можно говорить красивые слова, что это нарушили презумпцию невиновности, это преступление и так далее, но это гораздо больше. Отменить концерт великого человека, который неизвестно сколько осталось петь, а есть люди, которые за год покупают билеты к и планируют поездку, отменяют все, планируют перелет на другой континент, чтобы встретиться с этим артистом, понимаете, это преступление против человечества на самом деле. И это губит западную цивилизацию. Продолжая тему левых. Последние недели на Западе количество акций так называемой антифа и феминисток значительно возросло. С чем это связано? Это болезнь, болезнь. Если болезнь не лечить, если гангрену, так сказать, да, не устранять, если опухоль раковую не устранять, она распространяется. Феминистки в нынешнем их виде и так называемая антифа это самые настоящие в основном фашисты, они переходят грань, они переходят грань к терроризму, потому что они нападают на людей, они избивают людей, они уничтожают собственность людей. и это самый настоящий терроризм. Самый настоящий терроризм. С этим надо бороться просто как с террористами, да. Большинство из них это чудовищные существа. Просто посмотрите на них, все имеет, все детерминировано биологией, все детерминировано мозгом, мозг это биология, все детерминировано внешностью и просто материализмом, так сказать. Посмотрите в основном как выглядят вот эти шествия так называемых антифа, либо феминисток. Просто посмотрите, это либо вот такие туши, либо вот такие туши, наоборот, вот такие вот сморщенные какие-то существа, они дегенеративны в своей физиологии. Они, следовательно, это производят и идеи дегенеративные, и поведение дегенеративное. Это же все производные не бывают, значит, метафизические что-то. Метафизика – это для стихов великих поэтов, а это все... Но и великие они, гением, тоже детерминированы полями головного мозга, которых у других нет. Да. Как бы ни было, это странно. Хотя ваша книга в 1819 года уже стала бестселлером, но многие только недавно ее приобрели и прочитали. Они присылают восторженные письма. Кстати, часть я вам отправил в прошлую пятницу. И спрашивают, как они могут помочь вам в продвижении ваших знаний и идей? Ну, прежде всего, я всегда удивляюсь очень... У меня такая неприятная эмоция по отношению к тем, кто иногда пишет в Фейсбуке, там, я увидел случайно ваш ролик, это сейчас, когда у меня вышло уже там 10 тысяч роликов за последние годы. И вот прямо я в восторге-восторге решил добавиться. Мне просто интересно, а где вот это существо было столько лет? Потому что, ну, меня не... При том, что меня можно ненавидеть, может там... Но меня невозможно не заметить. Скажу, ты можешь смотреть телевизор и не читать интернет. Пожалуйста, я в телевизоре. Ты можешь смотреть интернет, не читать, не смотреть телевизор. Я там. И так далее. Ты можешь не интересоваться историей, но ты ходишь там в большой театр. И наоборот, ходишь в большой театр, не ходишь, но интересуешься историей. Меня нельзя не заметить. Но вот есть, которые настолько бездарны, тупы, не замечали долго. И есть те, которые через два года начинают читать книгу, которая настолько актуальна для современной ситуации, которую надо читать срочно. Что касается, как помочь, очень просто. Чтобы писать другие книги, в том числе по Второй мировой войне, вообще научные исследования, нужны средства. Если мне режим не позволяет работать и быть... Если я не хочу быть проституткой режима политической, значит, мне нужно где-то как-то получать средства на работу. Пожалуйста, отправляйте средства на канал и помогайте как можно, чтобы были ролики, чтобы это качественно снимать, чтобы там писать книгу. Что касается уже вышедшей книги, то тоже об этом говорил. У вас же есть соцсети. У вас есть там в Фейсбуке, ВКонтакте, ЖЖ. Этим я не пользуюсь, но это мне и не нужно. Я вам написал научный труд. Вот вы оттуда по тезису, по маленькому отрывку, со ссылкой, перепащивайте и просвещайте окружающих. Хотя бы просто, если вы так не хотите или не можете, ну, читайте на кухне дома, как при СССР, под подушкой Солженицына, соседу по постели. Еще как-то. Много же вариантов. Но надо что-то действовать. Мы знаем, что Википедию контролируют во многом и органы, и есть шизофреники, которые, ну, представляете себе, чтобы что-то там изменить, надо написать тысячу статей, надо сидеть круглые сутки сперкать и ничего не делать. И там есть реальные шизофреники. Они, конечно, меня завидуют. Есть так называемые православные шизофреники. И об этом, кстати, в ЖЖ писали. Посмотрите, есть такие статьи в ЖЖ. Они все выявлены, эти преступники. С ними надо бороться и надо, конечно, информацию. А моя книга – это последняя научная крупная исследование по войне 2012 года. Она закрывает тему. Ученые понимают, что это значит. Кто закрывает тему, та информация должна доводиться до населения, та, пока не опровергнута, должна быть. Значит, это нужно внести дальше, в том числе, в Википедию, проявить энергию. Кто проявил настоящую энергию, пришлите скриншоты. Я вам буду очень благодарен. Я умею быть благодарным во всех отношениях. Накажите православных этих преступников. Поставьте правильную информацию в Википедию. Там, кстати, сделайте линку. И можно поставить под ролик про вот это? Да, посмотрите. Вообще, до чего дошла вот эта. То, что для меня это как предмет какой-то, подставить куда-то, да, они умудряются нажать кнопками, и оно как-то под что-то попадает. Слышишь, это вот до чего все-таки, да, дошел мир. Приятно. Да, вот. Так что вот так. И, вы знаете, надо все это делать четко, научно, серьезно, но при этом не надо излишней такой, вы знаете, псевдосерьезности. Вот что отличает настоящего ученого или артиста – это ирония. Потому что когда это функция или что-то такое примитивное, это всегда наигранное, пересерьезное. Нет. Если у вас есть простор, кругозор, если у вас масштаб личности, вы всегда видите место для иронии. Потому что в мире, в реальном мире, в науке реализм, он в себе включает и трагедию, и комедию. То есть, место для иронии обязательно должно быть, для юмора. Вот это не забывайте. Вопрос один. Уже как-то, ну давай, давай. Из долгого ящика. Только быстро. Суть его в том, почему в 21 веке еще живет невежество, а вместе с ним и религия? Как этим делается? Спрашивали об этом в 19 веке, как после века просвещения опять можно жить с бредними религии. И будут еще спрашивать. Людишки, они неравномерны. Не существует никакого единого человечества. Вот чтобы, знаете, некое единое человечество. Его нет. Потому что кто-то вообще там вид другой, и они ничего не понимают, ничего не изобретают. Кто-то в рамках даже одного, может быть, там популюса есть дебилы, есть примитивные, есть средние, есть гении. И, соответственно, на дебила и примитивного им в них легче входит. И им максимум понимания – это примитивная идея. Когда можно вставить свечку и ждать у моря погоды – это дебилизм. Когда не надо работать, изобретать, читать книжки по физике, химии, биологии и так далее. Религия – это страшно простая примитивная штука. Потому она и давняя. Потому что когда человек ничего не знал, не было науки и серьезного искусства. Когда не видели в микроскоп и не видели в телескоп, надо было что-то очень невероятно простое изобрести. И вот та часть, которая примитивная, она и подпадает. Плюс, конечно, болезнь. Никто не отменял шизотипическое расстройство. Почитать, что это такое. Чтобы там еще слышали голоса, галлюцинации. В горящем фикусе видите что-то древнееврейское и прочее. То есть, лечиться надо. Давай дальше. Еще вопрос. В чем, на ваш взгляд, главная проблема, завершающая западную цивилизацию? Вот это левая концепция. И прежде всего, это отъем собственности. Я считаю, что во главе всего это собственность. А что такое собственность? Это не только то, что вам принадлежит к какой-нибудь мебели, одежды и прочее. Нет. Это ваше слово, ваш голос, ваше мнение. Если вы не имеете права выразить свое мнение в отношении дикарей каких-нибудь или исламизации, то есть, у вас отняли ваша собственность, ваше право. Ваше право говорить. Сейчас, кстати говоря, в Германии, недавно узнал, вообще чудовищная штука. Можете себе представить, если у кого-то, есть две квартиры, допустим, и во второй квартире вы не живете. Физически у вас, может быть, она нужна как собственность для будущих дел. Вот здесь две квартиры. И верующие соседи донесли, что вы там не живете. То государство имеет право ее у вас отнять путем выкупа, но выкупа не по рыночной цене, а по бросовой себестоимости под мигрантов. Я считаю, что это абсолютное преступление. Это большевизм. Вообще не собираются продавать, а вам для чего это нужна? Можно будет выставлять коллекцию живописи. Или просто нравится она вам. Это чудовищно. А когда вышвыривали владельца отеля, недавно показывали в Италии, он не хотел, чтобы туда вселили таких очевидных террористов, ну, пришла банда нелегалов. То есть, они уже нарушители закона. Нелегалы. Их решили поселить власти в отеле. Хозяин, конечно, не захотел. Не пишет, что он там расист и просит, что это преступники. Они грязные. И почему он должен в свой семейный отель их подселять? В итоге его менты в Италии стали выгонять и выгонялись силой, пинками. Вот то, что протесты, оппозиции здесь снимают, как ОМОНовцы выгоняют или берут или арестовывают, вот так же там ровно такие же кадры. Только я считаю, что это подлее и маразматичнее. Потому что если вы говорите, вот, там Россия так и отсталая, а Европа замечательная. Замечательная. Ну, простите, но это всему из предела. Где же это ваше замечательное? С Европой взятки, так сказать, более серьезные. Если в России не было традиции прав человека, а там реально была такая традиция. А сейчас это растопано абсолютно. Если был суд Трамп. Представляете, Трамп кого-то, или кто ведет Твиттер, забанил в Твиттере ботов, которые просто ругались с матом. Ну, это же полуживотные или боты, неизвестные, это, может, вообще не люди, которые там, так сказать, хамили. Он забанил, имеет право. Это его личная страница. И суд в США, у нас, говорит, да, у нас судебная система в России просто, она сгнила до основания. Но США это действительно флагман человечества в плане развития прав человека. И суд постановил, что он не имеет права, потому что это якобы цензура. А какая цензура, если это его личный аккаунт? Получается, что у президента страны не мог быть частной собственности. Это его частная собственность. Но получается, что президент страны поражен в правах частной собственности. Или Томми Робинса посадили в Англии за то, что он решил из здания суда снимать суд над мусульманами, которые изнасиловали детей. То есть, мусульмане, нелегалы изнасиловали детей в Англии. Был суд, как ни странно. Удивительно, как это вообще можно судить мусульман. И гражданин Англии просто снимал на мобильник это. Так вот, его осудили и посадили в тюрьму, что якобы это могло повлиять как-то на процесс. Как это могло повлиять на процесс, я не понимаю. Но это говорит о том, что Запад действительно сходит с ума. То есть, для меня все еще Запад лучше, чем здесь. По очень простой причине. Потому что там старые камни. Старые дома, старые улицы, природа и так далее. Это лучше, я знаю, как это использовать. Как обойти туристов, как обойти пока африканские кварталы. Пока. Где-то можно, где-то уже нельзя. Но в плане прав человека, в плане политической реальности, там либо так же, либо еще хуже. Стало сейчас. И таких примеров масса. Как все это там дохнет, нагибается и закрывается. Потому что это печаль, ужас. Что там еще? Последний вопрос вам задам. После всей этой политики. Давай, давай, давай. Какой вот тонкий вопрос. Дорогой Евгений, а что вы больше всего цените в людях? Наверное... Знаешь, я тебе скажу так. Больше всего это с у меня нежность. Нежность, потому что... Если есть нежность, то, соответственно, этот человек, либо он уже и интеллектуал, потому что он понимает, что это самое главное в жизни. Жизнь одна, и надо быть нежным. Либо у него это заложено... Он, может быть, там не эрудит, не что-то, но это... А это уже прекрасно. Потому что эрудиция – это замечательный суррогат. Это литература. А если уже есть нежность, тогда описание нежности в литературе не так важно. Хотя приятно. Это скрашивает времяпрепровождение и прочее, прочее. Наверное, это. И тогда человек не будет плохим. То есть все плохие качества отменяются, все хорошие добавляются. То есть вот это самое... Если ты так сформулировал, и там так сформулировали... Вот это... Вот это в точку. Вот я бы сказал так. Можно, конечно, вот сейчас я думаю, что можно... Есть качество, да. Но если есть это, то, соответственно, вершина пирамиды, значит, точно будет и вся остальная пирамида. Вот мне так думается. Да. И дайте что, давайте, вот здесь так красиво получилось. Вот давайте на этом сегодня мы и завершим. И, наконец-то, я пойду уже... Допустим, красивой метафизики на ужин, да. Но после этого все-таки мы будем уходить в вечер. Как есть пьеса у замечательного драматурга. Долгий день уходит в ночь. И до новых встреч. Тебе спасибо подписчикам, которые так... Для меня подписчики, я их не видел, но они живут в твоем сейчас аппарате. Я как древний человек, значит, карго-культ. Они вот там живут в твоем аппарате. Подписчикам спасибо. Тебе спасибо, вам спасибо, твоему приятелю, который сегодня у меня караулил с этой петличкой ухода. Спасибо. До новых встреч, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.